здравствуйте я рад вас снова приветствовать на нашем youtube-канале и нот по стриму сегодня у нас на обзоре машинка от волк это на сегодня одна из самых дорогих их машинок машинка что неудивительно это позиционируется как машинка для грумеров и она является топчиком во всей грумерской линейки волк м10 давайте посмотрим какое отношение вообще имеет волк этой машинки посмотрим что она собой представляет что у него там внутри и начинаем как всегда с упаковки до встречаем по одежке как всегда на лицевой стороне у нас изображена сама машинка на обратной стороне вопреки обыкновению нет картинки комплектации но это в общем то не так уж и удивительно учитывая то что здесь комплекте почти ничего нет это мы посмотрим когда распакуем машинку как всегда на коробке у нас схематично изображены главные плюсы здесь главные плюсы это то что используется бесщеточный роторный мотор мы еще поговорим немножко о том что это такое что используется контроллер скорости мотора в принципе бесщеточный мотор без этого не может работать но это как бы круто она тихая она удобная и она очень легкая и что здесь еще подчеркивает разработана в германии чуть позже мы увидим что не только разработана но и в принципе волк здесь вообще не при делах распаковываем коробку внутри у нас как всегда документация само собой машинка у нас внутри и из аксессуаров комплекте у нас только вот такой пузырек масло которого ну гру миру хватит в лучшем случае на день-два работы и щеточка которую ну опять же можно просто выкинуть сразу но почему-то все производители кроме panasonic кладут такие вот ущербные щетки в комплект к своим машинам видимо просто чтобы было итак давайте убираем все лишнее данном конкретном случае это упаковку выбираем ее сторонку и начинаем разглядывать саму машинку во первых машинка у нас сетевая длина шнура здесь чуть чуть не дотягивает до трех метров на сайте производителя я не нашел официальных данных о длине но вручную измерив шнур дважды перепроверив нашли что длина шнура 2 и 9 метра 2 метра 90 сантиметров хорошо по эргономике машинка очень удобно лежит в руке в принципе корпус этот далеко не нов это фактически машинка mozer max 50 или mozer класс 50 что в общем-то одно и то же абсолютно форма корпуса та же самая но сделали и такого вот красиво синего цвета цвет клёвый мне нравится лежит в руке удобно никаких претензий к эргономике в общем то нет вес машинки без ножа около 300 граммов да но и без шнура но без ножа само собой вы работать не будете вес с ножом стандартным составляет около 370 граммов что тоже очень и очень немного вес ее несколько меньше чем у той же max 50 или к м5 за счет применения другого мотора за счет этого она стала немножечко легче надо отметить что снизу здесь у машинки софт-тач покрытие за счет этого она меньше скользит в потных ручонках что в общем-то ну большой плюс особенно для грумеров у которых стрижка длится довольно долго и руки бывают у нас припотевают в процессе нож здесь используется стандарта опять это в общем-то стандарт де-факто для всех грумерских машинок он быстро съемный конечно же в этом моего смысла этого стандарта выпускают такие ножи практически все крупные производители машинок то есть ну как минимум это волк мозер остер эндис но и еще там десятки других производителей здесь используется наиболее дорогая серия ножей от волк это ультимейтерская серия они отличаются внешне черным цветом это специальное покрытие примерно такое же как ножах на ножах мозер даймонд блейд в комплекте идет нож номер 10 1 и 8 миллиметра ну в общем то это наверное самый ходовой размер у грумеров нож хороший ничего плохого сказать про него могу но и сказать что прям выдающийся тоже нельзя просто хороший качественный нож дальше вторая важная часть после ножа это конечно же мотор мотор как я уже говорил используется здесь без щеточный это роторный мотор более новой технологии у него нет еще так он не требует обслуживания у него меньше трущихся деталей поэтому он более долговечен производитель заявляет ресурс этого мотора свыше 10 тысяч часов при этом для обычного роторного коллекторного щеточного мотора никакой ресурс не заявляется но таки да эти моторы служат ощутимо дольше при этом у машинки есть регулировка на две скорости скорости здесь 3000 и 3700 оборотов честно говоря не знаю зачем это сделано все равно все будут стричь всегда на максимал очки на 3 700 тем более разница то там не такая уж и большая и соответственно разницы в нагреве ножей или нагреве мотора машинки особо не будет о нагреве мотор здесь бесщеточный у него кпд выше чем у коллекторных двигателей и заявляется что там больше 90 процентов кпд при этом максимальная мощность если верить маркировке на адаптере питания составляет 14 и 4 ватта у мозер макс 50 опять же если верить маркировке на его адаптере максимальная мощность 24 ватта то есть здесь вроде бы как ватов и меньше но тем не менее за счет более совершенного двигателя с более высоким кпд разницы не ощущается что он стал слабее по крайней мере я ни от одного грумера не слышал пока что чтобы вот мощности вот этой машинки на какие-то работы не хватало то есть цифры непоказательные практически такие же цифры есть у многих проводных вибрационных дешманских машинок типа там не знаю какой-нибудь там американский вол легенд там да у них тоже 12 ватт мощность машинок при этом сопоставимая там мощность на ноже умным даже рядом не стояла то есть это очень мощный продукт несмотря на скромные цифры дальше что необходимо отметить если присмотреться вот сюда вот то мы увидим made in germany то есть данная машинка не только разработана как написано на упаковке в германии но она и собрана в германии более того если мы ее разберем то мы увидим что она не только разработана и собрана в германии но она и собрана из немецких запчастей мы видим здесь на основной платье ну на единственной платье системной платье этой машинки логотип мозор то есть эта машинка фактически должна была называться мозор не знаю там макс 60 но по каким-то там соображением маркетинговым и и выпускает под названием вол хотя разработана собрана в германии из немецких комплектующих на немецком заводе принадлежащим мозор напомню у вол нет своих заводов германии у них заводы из сша китае и венгрии хорошо давайте же попробуем обобщить что это за машинка для кого она предназначена кому она понравится кому не понравится но единственный минус который можно отнести насчет данной машинки это наличие шнура на сегодня я бы сказал что шнур это атовизм от которого по возможности необходимо избавляться в работе есть достаточно аккумуляторных машинок которые по характеристикам как правило не хуже иногда даже лучше но не для грумеров грумером все-таки учитывая то что работы очень много батареи не всегда хватит поэтому шнур это круто машинка мощная 14 ватт это с одной стороны не так много чтобы раскалить мотор машинки за время работы соответственно у нее небольшой нагрев но с другой стороны это очень хорошая мощность которой хватает для стрижки всех пород домашних животных собак и кошек здесь есть две скорости непонятно зачем их две поскольку отличаются они очень незначительно 3000 и 3700 оборотов машинка очень тихая подойдет для стрижки как собак так и кошек так и людей то есть любители стричь снимать массу не задумываясь о том какой густоты волос у человека вполне себе могут приобрести к м10 либо ее близнеца специально выпущенного вол для стрижки людей вол ментор который в общем-то абсолютно одинаковые машинки отличаются только цветом и комплектаций и так машинка хорошая машинка дороговато стоит на сегодня это самая дорогая валовская машинка но если финансы позволяет то эту машинку вполне себе рекомендую на этом пожалуй все пока пока